так всем привет слышно меня хорошо меня зовут джеченко михаил я программист уже много лет и сегодня я хочу рассказать о том как писать драйвера на питоне изначально я думал что это будет примерно вот так так раз то есть берем питон оборачиваем какое-то устройство все заработало но в жизни оказалось что не все так просто и очень много проблем идет непосредственно как самого устройства так и в транспортном уровне когда мы переслаем байты и непосредственно уже когда мы используем программный код и я хотел бы провести небольшой опрос чтобы быть максимально полезным для этой аудитории и детализироваться на тех моментах которые будут более интересны либо те которые меньше всех использовали кто в питоне часто или вообще работает с байтами и сбиты сбитыми операциями и системами счисления есть такие так часто не очень а вообще так вообще да есть хорошо и второй вопрос папа кто-нибудь работал с оборудованием с портами rs-485 rs-232 вот тоже хорошо замечательно значит мой доклад будет для тех кто не знает узнает как это для тех кто знает может быть знать что-то новое все врут этот слайд прям пронизан вся вся работа с драйверами именно вот таким слоганом почему потому что все начинается с проводов когда данные которые пересылаются между устройством на компьютером куда-то теряются сами устройства меняются протокол производителем но в итоге этот протокол не доходит непосредственно до программистов и таких различных ошибок встречается очень много rs-485 и rs-232 это интерфейсы которые подключаются компорту наверняка вы помните может быть кто-то видел порт он выглядит вот таким вот образом это ну грубо говоря это единственный порт папа на материнской плате сейчас его конечно встретить редко так как офисные игровые компьютеры они то есть заменены были юсби порт портом но все же даже сейчас они используются достаточно часто но используется для этого теперь переходники как справа мы видим ком порт через юсби 2 к пися экспресс писяй платье и 3 это вот это вот это rs-482 переходничок который в себе также эмулирует ком порт то есть фактически мы будем работать с библиотека сериал в питоне для управления устройствами так различия между парт интерфейсом rs-232 rs-485 состоит в том что один он имеет полный дуплекс то есть мы и данные можем одновременно получать передавать расстояние до 15 метров при передаче данных 9600 бит имеет вот множество контактов надо подключать и топология . . то есть можно подключать одно устройство rs-485 интерфейс в этом случае выигрывает так как у него увеличивается расстояние 1200 метров при тех же самых 9600 бит секунды то есть представьте предприятие где один управляющий компьютер стоит далеко от того устройства которым он должен управлять или вот я например работаю на автоматизация заправочных станций и поэтому расстояние может достигать гораздо больших размеров чем 15 метров при этом большое такое разница между расстояниями именно зависит от интерфейса где я позже расскажу как это именно происходит также достаточно ему достаточно всего двух проводов опционально можно использовать третий и этот интерфейс позволяет обслуживать много устройств до 32 спецификации но можно и больше до 256 так изначально мы давайте рассмотрим rs-232 так как мы будем работать именно с ним почему я углубляюсь в устройство самого порта и как она работает потому что большая часть ошибок именно идет от этого то есть например а когда устанавливаешь порт нужно ли устанавливать бит четности какую скорость и когда ставишь вроде работает а потом получается много ошибок порт имеет вид трапеции и нумерация идет слева направо сверху вниз пятый это крайний правый угол он всегда сигнал ground это вот это земля земля она не соединяется не с материнской платы она исключительно используется для передачи для соединения между устройством и компьютером у него идет три исходящих и три входящих основных сигнала то есть ртс request to send это когда компьютер то есть он взводится этот сигнал когда компьютер это вот 7 седьмой пин седьмой контакт он взводится когда компьютер готов передавать данные потом идет dtr это драт дата транспит когда компьютер готов передавать данные то есть ртс это когда мы его включили либо открыли порт dtr когда компьютер уже готов передавать данные и непосредственно txd это трансмит дата это непосредственно байки которые мы передаем между компьютером и устройством и здесь важно понимать что мы передаем именно байты это не xml какие-нибудь или джейсон чеки с которыми мы привыкли работать и из почему я спросил именно про битовой операции систем исчисления так как мы работаем с байтами нам придется их использовать дальше по слайдам я покажу как это будет происходить и есть входящие сигналы от устройства rxd это ресивдата мы полу когда мы получаем данные от компьютера дальше dsr data set ready и cts cts clear to send когда устройство готова принимать и есть два исторических еще контакта это сиди карьер дата это когда у нас внешняя линия готова передавать данные то есть модем видит линию изначально этот порт разрабатывался для модемов дальше мы помним там мышки которые подключались компортам такие вот шарики тяжелые были с которым можно было бросаться и и непосредственно еще один исторический сигнал это вот девятый ринг это когда у нас идет вызов со стороны линии если мы отбросим сигналы исторические сиди ринг и остальные сигналы мы можем компенсировать по поводу методом замыкания то есть когда у нас комп включен мы замыкаем его с тем что он также готов принимать данные и то же самое касается dtr и dts вот этих вот сигналов таким образом вот этот порт то есть такое соединение мы можем заменить всего тремя проводами то есть пятый это у нас земля замыкает второй с третьим это когда мы отправляем данные а устройство приемник применяя принимает эти данные и когда у нас устройство отправляет данные мы принимаем его на данные данные на компьютере то есть вот такая вот схемка это 0 модемный провод и он его его достаточно для того чтобы обмениваться данными между устройствами так следующий слайд разберем интерфейс rs-232 каким образом он работает то есть всегда перед началом передачи у нас идет стартовый бит стартовый бит у нас он всегда идет в ноль причем логический ноль как определяется если у нас отрицательное значение от минус 5 вольт до минус 15 так назад да то у нас принимается как бы логическая единица и при приеме достаточно плюс плюс 3 вольта у нас будет единица минус 3 вольта это логическая логический ноль при передаче это значение изменяется от минус 5 до минус 15 после стартового бита у нас идет до восьми бит данных почему до восьми от b0 до b7 исторически раньше все хотели экономить данные и передавать быстрее то есть таким образом если мы используем только какие-то числовые данные передаем то нам 8 бит вполне себе не нужно мы могли обойтись там 7 битами или 6 и после этого в интерфейсе идет бит четности на слайде он обозначен как п этот бит четности позволяет выявлять ошибку при передаче данных каким образом это происходит то что в битах от 0 до 7 то есть те в битах данных мы используем операцию xor то есть фактически она означает количество четное либо не четное значение переданных единиц и этот бит четности позволяет определить единичную ошибку данных если бит четности не совпадает вычисленный на приемном устройстве устройство запрашивает данные заново и непосредственно дальше идет от одного там до двух стоповых бит для того чтобы точно завершить передачу данных то есть отделить наши данные друг от друга но бывает такое что данные приходят вот ну контрольная сумма не сходится то есть вроде все работает замечательно все открывается как мы видим но почему-то не контрольная сумма не сходится и поэтому давайте разберем каким же образом мы можем делать так чтобы все работало как нужно разберем бит четности бит четности как я говорил показывает четное ли количество битов было передано 1,2,3,4,5 то есть у нас единичка бит четности единица становится если у нас 1,2,3,4 бит четности 0 то есть приемник получил данные с искажениями то есть второй бит у нас пришел не 0 а единица почему такое происходит потому что у нас используется линия связи физическая например было неправильно рассчитано материал из которого который соединяет между приемником и устройством то есть должны были быть медные а оказалось что не совсем они были медные либо длина провода была совсем другая вот если мы получаем неправильные бит четности то устройство как я говорил запрашивает данные заново следующее на этом слайде мы видим что можно не перезапрашивать данные а данные уже получать то есть передавать избыточные данные и с помощью этих избыточных данных мы можем исправлять ошибку в переданных битах то есть это такой метод используется если нам необходимо то есть мы экономим время и перезапрос на переотправку данных нам играет критическую роль каким образом работает то есть горизонтальное исправление ошибки горизонтальной и вертикальной четности работает следующим образом мы делим наши переданные данные на тетрады то есть 1 0 1 1 как видим сверху и снизу остальное идет дальше по горе c 0 c 0 это получается и к сором по строке получается единица и c 1 по нижней строке c 0 c 2 и c 3 и c 4 и c 5 уже по столбцам таким образом мы видим такое некое поле для морского боя если мы получаем получаем да вот получаем ошибочные данные но при этом у нас замечательно проходит рассчитанная сумма то есть мы видим что контрольная сумма единица пришла неправильно и c 4 рассчитанная пришла единица здесь мы как в морском бою ищем тот байт тот бит который был который пришел неверно то есть здесь вот c 0 на передали единицу пришел пришел нолик вот берем p0 и строке и p4 по столбцу то есть мы видим что b2 бит в этом месте у нас происходит ошибка так как мы передаем данные битами то мы можем исправить эту ошибку с единички на нолик с нолика на единичку то есть инвертируем таким образом мы можем исправлять ошибку сразу то есть заложить исправление одиночной ошибки непосредственно в пакет данных но что произойдет если у нас не данные не не самих данных произошла ошибка а в избыточных данных которые нужны были для исправления той самой ошибки все просто если у нас происходит ошибка только в одной строке и не попад то есть одна строка либо один столбец то у нас данные не находятся в переданных данных то есть отсюда мы можем сделать вывод что ошибка была сделана только лишь в наших избыточных данных для исправления ошибки то есть соответственно этими данными можно пренебречь так как сами данные у нас были переданы верно этот метод называется опережающая исправление ошибок так и таким вот образом работает наш порт то есть если у нас передается данные то они в любом случае передадутся до конца даже если устройство было отключено и если данные не успели уложиться в таймаут который мы указываем при открытии при открытии порта то они просто игнорируются то есть таким образом даже если наш байт практически бит практически успел добежать но он не уложился в таймаут мы его просто отбрасываем теперь разберем интерфейс RS-485 этот замечательный интерфейс мне очень нравится так как позволяет обойтись всего двумя проводами почти на полтора километра передавать данные причем данные эти не искажаются а все происходит из-за физической модели этого порта то есть если мы используем обычную витую пару то есть и на А на контакт А передаем плюс на контакт Б передаем минус это обязательно указывается на непосредственно на переходниках это условие обязательное за счет того что то он является этот интерфейс является дифференцируемым то есть что это значит предположим что у нас есть напряжение между землей и проводом А мы назовем его УА между Б и землей это напряжение будет УБ то есть разность между этими напряжениями будет У полезное УА минус УБ и наш приемник и передатчик который находится в нашем устройстве он оперирует непосредственно разницей между этими напряжениями отсюда и название этого порта чудесного дифференцируемый отсюда мы можем сделать также у него есть такие характеристики что полезное напряжение холостого хода и у него есть 6 вольт минимальное напряжение у него полтора вольта у передатчика примерно у приемника примерно 0,2 вольта и это будет у нас логической единицы то есть если мы уберем наш провод земли у нас остается разница между напряжениями за счет чего достигается большая длина передачи данных за счет того что у нас одинаково помехи одинаково воздействуют как на А так и на Б на протяжении всей длины провода то есть если они у нас одинаково то есть уменьшатся на 1 вольт допустим по проводу А помеха она также уменьшается по уровню Б то есть разность между А и Б у нас остается непосредственно одинаковая что при передаче так и при приеме эти на концах нашей шины расположена резистор то есть для чего он нужен он предотвращает отражение передачи сигнала и как бы уменьшаются помехи также в стандарте у нас имеется один мастер и до 32 устройств слейвов чем это обусловлено то есть мастер он может в любой момент занять нашу шину и управлять нашими слейвами то есть разными устройствами естественно тогда получается что при передаче мы должны передавать напряжение чуть выше чем на наших слейвах так дальше возьмем разберемся с протоколом обмена есть у нас байты даже если мы удачно передали их то необходимо их принять принимаем байты мы не знаем что с ними делать как мы видим на слайде что пришли байтики но что делать мы сами решаем да но не факт того что мы получаем то что хотели поэтому производитель создает такой документ как протокол обмена протокол обмена данными данные в байте в данные между устройствами передаются пакетами пакет данных разделяется в основном на такие части как пребайт он показывает что это начало пакета байт адреса говорит о том что какому устройству мы хотим обращаться байт длины не всегда есть то есть не во всех протоколах данных реализован байт команды для того чтобы наш компьютер на наше устройство поняла что мы от него хотим и передаваемые данные это полезный объем данных который должен обработать наше устройство CRC это контрольная сумма которая показывает что данные переданные нигде не потерялись и имеют то есть какие были отправлены такие были получены так разберем прием пример приема передачи данных здесь я выделил tx это transmit data передача данных rx это receive data когда мы получаем как раз в этом месте мы работаем непосредственно с байтами и нам придется работать с системами счисления с битами в первом примере мы видим что у нас b5 это стартовый бит дальше у нас идет устройство адрес устройства ко второму длина 1 команда c data 5a и получаем crc 6b дальше мы обращаемся ко второму устройству второе устройство нам уже ответил то есть в данном случае первое устройство нам не захотел отвечать а во втором он на нам ответило мы видим что это начало пакета адрес откуда нам пришла пришли данные из какого устройства то есть они должны совпадать данные устройства кому мы передали и данные устройства которые передал для того чтобы сопоставить за счет того что у нас может быть несколько устройств Поэтому этот параметр очень важный. Дальше длина. Длина также передается, как при передаче мы передали, 1 байт, принимаем 4 байта. Здесь видим, что команда у нас была 0f, но приходит 8f. Это еще один параметр, который показывает, что данные пришли именно на эту команду, но отличается по той причине, потому что на примере данного протокола обмена у нас происходит маскировка. То есть у нас есть маска B4 единицы, и мы ее маскируем, вот это 8f, маскируем на B4 единицы, и в итоге мы получаем нашу команду 0f. Следующая команда была передана вторая первому устройству с контрольной суммой, и мы видим, что у нас пришел большой пакет данных, в которых длиной 3c, это надо перевести, я сейчас не помню, и данные начинаются отсюда и вплоть до предпоследнего байта, до 6b. Следующая битовые операции. Нам непосредственно они будут необходимы, как исключающие или, я говорил, используются для составления контрольной суммы, для подсчета CRC, также сдвиговые операции. CRC может быть рассчитана различными алгоритмами. Вот, поэтому мы подробно не будем разбираться с этим, так как алгоритм формирования CRC, он диктуется протоколом обмена. Так, систему исчисления, теперь непосредственно переходим к нашему любимому битону. Для работы с битами у нас есть замечательные команды, как gexbin.oct, то есть для того, чтобы нам переводить между системами исчисления, теми, которыми мы привыкли работать, если нам приходят данные в десятичную, то есть чтобы перевести данные из шестнадцатиричной системы в десятичную. Также мы маскируем, используем команду ampersand. Функция print вводит в десятичную систему исчисления. Результаты мы хотим получать в виде текста или числа. Но в основном протокол обмена описывает именно в шестнадцатиричной системе исчисления. Так, протокол обмена — это важный документ, который описывает очень важные параметры, такие как скорость, размерность, 100 бит, тайм-аут. То есть если мы укажем неверно эти параметры, мы просто не сможем открыть порт. Либо мы будем пытаться общаться с устройством, которым на пределе ее возможности, и устройство просто может не успевать отдавать ответ. Формат команд, именно структура пакета, она обязательно будет отличаться в зависимости от протокола обмена, от устройства. Система команд, так как у нас устройство является исполнителем, оно может выполнять ограниченное число команд. И оно также описывается в этом документе. Данные от устройств. Описывается, какие данные приходят. Это может быть как словарем, списком, текстом, который нам также придется из байтов переводить в нужный нам формат. И очень большая и важная часть — это ошибки при обмене данных. То есть если устройство, например, не успевает отвечать на запрос, то оно отвечает ошибкой, что я не успеваю, либо вы неверно передали мне параметры команды. И непосредственно драйвер устройства. Драйвер устройства я сформировал таким образом, что вначале мы, естественно, импортируем наш класс сериал, создаем класс и создаем параметр, атрибут класса сер сериал. При инициализации указываем порт, браудрейт, таймаут и непосредственно сразу его инициализируем. Минимально необходимые команды, которые мы должны сделать в нашем драйвере, это read, write, open и close, то есть чтение данных, отправка данных, открытие и закрытие порта. Что важно делать, когда мы, например, пишем данные? Нам неудобно общаться с устройством непосредственно в байтах, поэтому нам необходимо сделать дополнительные методы, как подготовка пакета, то есть куда мы передаем адрес, команду и данные. И после того, как мы сформировали пакет, мы его передаем уже в том виде, в котором понимает наше устройство. Но параметры этого пакета, вот данные, мы вот здесь, мы можем передавать в виде списка, и при PR уже нам подготовит нужные данные. Важно также делать такие вещи, как при чтении мы получаем поток байтиков, и нам необходимо проверять, соответствует ли длине контрольной суммы и всяким таким разных вещам. Но опять же, вот эти вещи, они меняются в зависимости от протокола обмена, поэтому мы читаем именно в той документации. Также мы можем делать свои замечательные методы, как get amount from device в данном случае. указываем просто адрес, да, то есть все замечательное просто. И уже непосредственно в реализации метода мы можем писать нашу команду при переданной адресе и какие-то данные, которые необходимы для выполнения этой команды. Также запускаем мы. Как только мы отправляем данные, мы можем их сразу считать. После этого в этом методе обрабатываем полученные результаты, возвращаем значения уже в нормальном виде, можем в том же самом XML или JSON-чике. Как использовать? Все просто. Берем и инициализируем наш драйвер, указываем порт, скорость и бичетности, и получаем mount, используя девайс, get amount from, и номер устройства. Все просто. Но нам, возможно, захочется поделиться нашим драйвером с общественностью. Поэтому мы его можем запаковать в пакетик, используя setup tools. Определяем драйвер, версию, что нам делает драйвер, кто автор, пакет, и мы можем таким вот образом добавить в requirements, например, если мы его размещаем на GitHub, и через install, pip install, мы можем устанавливать наш драйвер. Все. Так, время у меня подходит к концу, поэтому я вкратце расскажу с теми проблемами, которыми я сталкивался. Порты при перезагрузке меняют адрес. То есть вы сделали, подключили, все работает замечательно. Потом раз, не работает, не может открыться. В моем случае это был китайский переходник такой, RS-485, с одинаковым вендором, с одинаковым производителем, вид и пит одинаковый, и при перезагрузке компьютера они просто менялись местами. Что мы делаем? Просто делаем автопоиск. То есть проверяем, работает устройство на этом порту, если не работает, проверяем на другом. Следующий, протокол. Устройство понимает только часть команд. Такое тоже бывает. Почему? Потому что производитель присылает вам протокол обмена старый, сам делает новый протокол обмена. И естественно, вы реализуете старый протокол, а часть команд работает, часть нет. Просто вот такое вот состояние возникает. Драйвер или устройство? То есть заказчик всегда уверен почему-то, что устройство в порядке, а у вас драйвер не работает. Как мы видим, мы начинаем смотреть один баг, а ловим целую кучу на свою голову. Приходится доказывать заказчику, что это в твоем устройстве проблема. Устройство дает рандомный результат. Такое тоже бывает. Полностью реализовал протокол. Протокол свежий, нормальный. Но в этом протоколе не было указано, что устройство надо всегда опрашивать. То есть если мы устройство не опрашиваем каждые 0,5 секунды, оно перестает работать. То есть, например, начинает отпуск топлива, вы его перестаете опрашивать, хотите опросить его, когда оно закончит, отпускать топливо, оно вам литр отпускает и все. Почему? Звоним, обращаемся к производителю устройства и спрашиваем, в чем дело. Также может выдавать неверные данные. Протокол тот же самый, но наш производитель решил, что он будет использовать не байтовые возвращать ответы, а там два байта. Ну, естественно, мы получаем неверные данные, хотя устройство нас полностью понимает. И по поводу отладочки, чтобы у нас глаза не вылазили, мы постоянно делаем логи. Так как часто оборудование работает автономно, чтобы потом найти причину того, что сломалось и что работает неверно, делаем логи, читаем логи, поправляем. И у нас как минимум появляется возможность обратиться к производителю и спросить, что же не так. И, естественно, вот мои контакты по почте, телеграм, инстаграм. Спасибо, Михаил. Вопрос из зала. Почему на питон? Хватает ли питона? Легко ли с ним работать? Очень удобно работать. Это мой один из самых любимых языков программирования. Удобно отлаживать. То есть в любой момент времени можно включить отладочку и смотреть, что же там у тебя работает даже на пройде. Большое спасибо.